Они радуются как дети и переживают как участники олимпийских соревнований. Среди победителей на премию главы города 18 человек, которые ежедневно отдают сердце и душу людям с ограниченными возможностями здоровья. Председатель общества инвалидов Октябрьского района Самары Любовь Коваленко уже много лет на защите прав и интересов людей с ОВЗ. Интегрирует их в общество, а некоторым и вовсе помогает обрести себя после тяжелых травм и диагнозов. Они умеют петь, стихи сочинять, поделки. Это, вы знаете, здоровый человек так столько не сможет сделать, сколько делают у нас инвалиды. Молодцы, не инвалиды, я хочу назвать люди с ограниченными возможностями, но у них безграничные возможности. Это талантливые люди. О большинстве из них можно сказать, люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной любовью к жизни. И хотя сначала некоторым из них казалось, что мир никогда не будет прежним, сейчас он снова ярок, наполнен любовью близких по духу людей, интересными встречами, творчеством и несомненным успехом, который является итогом любой плодотворной деятельности. День инвалида – это день, когда мы можем поднять любую проблему, связанную с инвалидами. Их у нас много, но решается где-то с трудом, где-то полегче, но проблема определенный уровень, проблем решается. Члены жюри оценили конкурсантов по нескольким номинациям. Среди них – общественная деятельность, литература и искусство, техническое и народное творчество, женщина – общественный деятель и многие другие. Благодарственные письма и премии победителям вручили от главы городского округа Самары Елены Лапушкиной. Конечно же, они готовились, они представили более ста работ. Комиссия работала и выбрала самых лучших. Это 18 человек в разных номинациях. Всего у нас их 6. И, конечно же, это вершина их творчества, вершина их деятельности. На территории нашего города сейчас проживают более 82 тысяч инвалидов. Среди них 4800 – это дети с ОВЗ. Специально для них в областном центре работают более 14 программ, направленных на реабилитацию и поддержку таких граждан. Оказывается, медицинская помощь, помощь в образовании, трудоустройстве, а также улучшение жилищных и бытовых условий. Ольга Павлова, Константин Головин. События.